добрый день и мы с вами находимся в недельной главе насо благословение коинов пересляется в этой недельной главе и сказал бог маше передая рону его сыновьям благословляйте сынов израиля так добрословит тебя бог и сохранит тебя до озарит тебя бог сиянием своего лица и помилует тебя и обратит к тебе бог свое лицо и даст тебе мир и пусть они возложат мое имя на сынов израиля я благословлю их заповедь предписывает арону его потомкам благословлять евреев благословением которое называется беркат куаним благословение коинов сегодня эта заповедь исполняется в израиле ежедневно а в большинстве общин за пределами израиля только по праздничным дням и я хочу сегодня познакомить вас с объяснением текста власловением коинов который дает равдон ицхак бен-иуда барбанель он умер в 1508 году в венеции жил в лиссабоне это еврейский ученый один из величайших комментаторов писания выдающийся государственный деятель финансист происходил из рода царя давида и как мы видим всевышний повелел маша передать аэрону его сыновьям формулировку благословение коинов то есть точные слова которыми они будут благословлять общину сыновей израиля отныне всякий раз когда коины видят собрание народа израиля они должны благословлять его чтобы защитить их от вреда причиненным дурным глазом ведь когда царь балак нанял белама проклясть общину израиля он хотел как раз этого белам должен был сглазить еврейский народ в чем был большим умельцем именно поэтому балак привел белама на то место откуда тот мог смог увидеть весь народ израиля стоящий в лагерем по своим коленам и таким образом запад благословения коина получена аэроном и его сыновьями была необходима еврейскому народу стоящему лагерем строгом порядке каждый по свой в своем колене на своем посту лагерем разделенным на три стана коинов левитов ибнея израиль возможно именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов каждом из которых упоминается тайное имя бога ашем юткей вавкей первый стих как мы только что прочли он говорит да благословит тебя бог и охранит тебя и вархыха ашем вишмареха говорит о том что бог охранит колено и знамена сынов израиля что хранящий души праведников будет беречь их второй стих до зарит тебя бог светом своего лица и облагоденствует тебя обращается к левитам поскольку они разъясняют израилю туру и обучают ее сообщают законы твои якову и тору твою израиля обращенное к ним благословения габари говорит об обретенном им божественном свете то есть о знании и мудрости полученный в подарок от бога дарующего человеку знания а коином находящийся лагеря шхины посвящен 3 стих да обратит бог свое лицо к тебе и дарует тебе мир поскольку они постепенно обращают к богу молитвы о благополучии израиля благословение их состоит в том чтобы молитва коинов неизменно будет приниматься благожелательно в этом смысле выражение обратит лицо употреблено например стихе разве обратит он лицо к вам смысле разве примет он ваши слова вторая часть стиха и дарует тебе мир и обещает что среди коинов никогда не будет споров и уже писал дона барбанель объясняя стих и было когда состарился из как что само понятие благословение имеет множественный смысл во первое благословение может быть направлено от бога к его творениям и тогда она состоит в даровании блага когда тора говорит что бог благословил авраама во всем речь идет как раз о таком благословении которым сказано божье благословение делает богатым во вторых благословение может быть направлено к богу от его творений и тогда сути их благословения прославление восхваление именно именно так следует понимать это слово в стихах «и благословил Давид Бога». Буду благословлять Бога во всякое время, всегда прославление Его в моих устах и в других подобных случаях. И в-третьих, благословение может быть направлено от одних людей к другим. Смысл его не дарование блага и не прославление, а молитва за благословляемого и просьба о том, чтобы Бог явил ему милосердие и благословил его. Поэтому наш стих говорит «Обратись к Аарону и его сыновья, говоря так, благословляйте сынов Израиля, говоря им». Здесь стих хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают в небес настоящее благословение для евреев. Поэтому оно совершенно ясно объясняет, что от коинов требует только молиться о неспослании и благословении, но не передавать его самим. Стих использует выражение «Говоря им», которое означает, что коины всего лишь произнесут что-то, помолятся о чем-то и не более. Тема первого благословения «Да благословит тебя Бог и охранит тебя» – это благо для тела. Это просьба о том, объясняет Дона Барбанель, чтобы Бог даровал им благо этого мира, сыновей, жизнь, пропитание. И затем позаботился о том, чтобы эти блага не уменьшились, ведь сохранились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверх положенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадает. Кроме того, колено Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с семью народами, населявшему землю Израиля. Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, он содержит кроме имени Бога всего два слова – «благословит тебя и охранит тебя». Эти два обещания – благословение и охрана – расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и вообще дополнительное материальное благо. А поскольку часто бывает, что богатство хранится для его хозяев козлу, то Бог добавляет, что в данном случае это будет не так, и получатель благословения будет защищен от всякого зла. Второй стих обещает Ильвеям – благословение, относящееся к духовности, то есть знания и мудрости. Выражение «да озарит Бог тебя светом своего лица и облагодействует тебя» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разума, как в стихе «в свете твоем узрим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прощение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреем мудрость будет благословением, которым Бог одаривает своих рабов. Как в стихе «Бог облагодетельствует нас», то есть одарит нас и благословит нас, озарит нас лицом своим навсегда. Таким же образом следует разъяснить стих «и помилуй того, кого я захочу помиловать», то есть я одарю того, кого я захочу одарить. Между прочим, поскольку к душе, которую Бог одаривает мудростью и знанием, относится именно это выражение «подарок, данный из милости». Мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить «ты даруешь человеку знания». Этот второй стих говорит о благах, которые получит душа, и он содержит кроме имени Бога уже четыре слова. «Озарит светом» – на светом языке это одно слово, «своим лицом» – тоже одно слово, «тебя» и «помилуй тебя» – это тоже одно слово. Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Бог будет охранять тебя, ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «озарит тебя Бог светом своего лица». Другими словами, «царь живой никогда не отвратит от тебя своего лица». Третий стих содержит, кроме имени Бога, еще шесть слов. «Обратит свое лицо к тебе и дарует тебе мир». Этот стих объясняет в себе обозначения слова «мир» – материальное и духовное, а поэтому и слов в нем столько же, сколько в первых двух стихах вместе. Стих говорит о том, что Бог станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях – телесном и душевном, ведя его к достижению главной цели его жизни. Это и есть обращение лица, противоположно, скрытию лица. Ведь постоянное участие Бога в жизни человека – это высшее благо, которое могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря о награде за исполнение заповедей, Бог обещает, «Я обращусь к вам, и говоря о наказании, отведу глаза от вас». Обещание «И дарует тебе мир» – это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических родогласий, и долголетие, и телесную гармонию, равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает и жизнь будущего мира, как в стихии «Придет мир, упокоится на твоих ложах». Итак, в этих трех коротких стихах содержатся всевозможные блага. Ничто не забыто, как говорится. Коины в этом стихе не благословляют народ сами. Они лишь молятся о даровании благословения. А настоящим источником всех благословений является только Бог. Поэтому, приведя формулировки «благословение», Тора завершает отрывок и словами «И возложит они Мое имя на сыновей Израиля, и я благословлю их». Другими словами, Коины должны только произнести эти фразы, определенные фразы, эти точные слова, и это только помолиться. Они должны связать Мое истинное имя с сыновьями Израиля, то есть упомянуть его в молитве о них, и тогда я дарую им истинное благословение, то есть благо свыше. Только в Моей власти даровать его, а не их. И вот, по мнению Дона Барбанеля, верное объяснение смысла этих благословений. А я желаю вам брахава и цлаха, благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok